доброе утро друзья еду на работу сегодня не красилась ничего буду бровки красить все дела и что-то знаете скоро 8 марта у нас правда особо нельзя никаких мероприятий проводить но вот вчера разрешили у нас же собираться можно только не более четырех человек вчера разрешили шести человеком встречаться я вот знаете что подумала многие там говорят например вот испанцы домой к себе никого не приглашают там ну вот чтобы собраться чтобы там сабантуй устроить как в россии да вот я не знаю то ли от того что я прожила здесь долго то ли от чего но вот я лично тоже не люблю ходить кому-то домой какие-то сабантуй нет мы ходим мы собираемся но если вы меня спросили что лучше я бы лучше пошла в какой-нибудь ресторан и поела бы там и потусовалась потом погуляли бы потом вот как потом дискотеки вот как у испанцев например если они что-то отмечают они собираются сначала кушают где-то да вот потом у них значит идет полдник они пьют кофе там со всякими идут в другой другой кафе и пьют там кофе например с вкусняшками да а потом уже начинают идут на дискотеку где-то караоке где-то что-то и вот там у них продолжается веселье вот мне такое больше больше и лучше нравится чем вот например собирать у себя дома да или идти кому-то там это же все нужно на стол класть это все нужно готовить это все нужно потом убирать потом это не просто стол убирать это надо всю квартиру выдраивать да ну и в принципе это надо музыку себе искать надо как-то самим себя веселить а зачем если можно пойти и на все готовое как говорится тебя уже красиво одеться в конце до концов да ну там вам скажете дома можно одеться до дома можно одеться но как-то знаете все равно хочется не знаю вырваться в свет вот и вот я себя ловлю на мысли что вот такие вот домашние какие-то посиделки домой себе позвать кого-то или я лучше пойду и вот у меня подруги тоже как бы то ну не знаю все за всех не буду но несколько тоже такого же мнения что лучше куда-то одеться выйти и где-то вот куда-то сходить чем вот это вот дома сидеть здесь всегда есть мертвая . и я не замечаю машин когда выезжаю на шоссе или как там это назвать пишите в комментариях какого вы мнения вы собираться дома или вот тоже куда-то идти и тусоваться где-то принять тем более у нас есть все условия для этого созданы ну не сейчас конечно и не так дорого вот даже иногда иной раз дома собрать намного дороже чем куда-то пойти кого-то пригласить где-то в ресторане да намного удобнее не надо ничего убирать потом ты не устарше есть классные фотки сходи на море погуляем ну как то так обгоняет обгоняет я тоже так умею но здесь у нас такой участок дороги что 60 надо ехать и очень часто полицейские стоят и тебя ловят и делают тебе фотографии машины а потом присылают штрафы был у меня опыт такой я ведь в патче налепила дома пускай лепятся я вчера усики удалила а сегодня бровьки что-то гляжу у меня их совсем нет надо накрасить так что вот такие вот дела мое мнение пишите свое как вы думаете смотрите на это вышли погулять у нас все еще сиест хотя время же пятый час и по идее магазины должны открыться в 4 4 так как у нас все еще работает до 6 как бы у нас есть некоторые послабления в том плане что раньше за одним столиком можно собираться было четырем человеком а сейчас 6 на два человека больше уже сенсация да ну пока вот все открыто до до 6 не имею ввиду вот магазин и одежда и все такое а продуктовые открыты до полдесятого помог чарли данного люблю тебя хотя вот у нас вроде бы как все у нас скоро просто у нас скоро святая неделя страстная это очень огромный праздник в испании его очень праздную там всю неделю идут процессы такие просессионы но уже второй год как бы ее отменяют это страстную неделю вот и в этом году идут дебаты по телевизору среди политиков одни говорят открыть вторые закрыть но уже точно решили что на страстную неделю это будет с 28 марта по 4 апреля все регионы закроются нельзя будет передвигаться между регионами он принципе на мы сейчас не ну чарли ну куда ты несешь иди сюда вот тут иди аки куда его не снят смотри он куда-то туда хочет он куда-то туда хочет понюхать столб ну понюхай понюхай все вот так что нас колесим закроют в принципе мы так никуда не рвемся куда-то в путешествие и среди это делается для того чтобы не было опять волны новой и готовятся к лету все чтобы туристы прилить смогли приехать и не было в общем волны до небольшой ветер у нас смотрите потерялся попугайчик бирта но попугай здесь живет это на пальмах поэтому они найдут себе жилье какую-нибудь компашку и будет жить деловой такой идет типа остановитесь я выхожу как это песни есть остановись упс не успеваем ведь и надо выйти из принципе я переходить но дуракам закон не писан поэтому буду ждать светофора и перейду здесь все эти машины проедут в общем мы идем гулять погода не очень конечно ну заточки не надо надевать смотрите какие там цветы красивые это чего такое гиралья не похоже давай лежать я пойду ну давай не хочет того выезжать твою матча спали подтолкнул страницу стык машины сейчас красный свет ударился опс 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 все бирам пробежали так что вот такие вот у нас situation но я все таки надеюсь на страстную неделю потому что у парикмахеров очень хорошая работа получается на этой неделе потому что там процесиона как говорится идут каждый день и все очень сильно готовятся в прошлом году мы по-моему даже на карантине сидели я не помню не то что там гулять куда-то выходить ему даже на карантине сидели жизнь моя жестянка только сегодня разговаривала своей клиентка что как мы вот к люди ко всему привыкают и даже вот такой ситуации уже будет больше года мы живем вот так и в общем в принципе тогда привыкли но хочется уже нормальной жизни знаете что я заметила очень давно не видела не не воспитанную собаку помните постоянно у нас не воспитана собака бегала типа хорошая но кидалась на моего чарли потом я увидела что она не только нового чарли кидалась вот тут я давно и не видела эту собаку обычно все время с ней сталкивалась вот куда бы я не шла и время уже знаете выбирал другой там на полчаса разницы мы все равно я все равно с ней сталкивалась а тут и и нету может быть они куда-то переехали или что как-то странно обычно вот всех собачников тут уже всех собачников знаешь когда ходишь одни и те же люди а вот ее что-то нету я сегодня по полям пойду ну чтобы для разнообразия скажем так на море что-то не хочется хотя завтра уже суббота в воскресенье сходим на море а у нас сбор капусты белка чанной свеженькая хрустящие так вот ее собирают зелененькие тоже как капусточки что это там такой пылает прям сильно-сильно все нельзя больше приводить что-то непонятно вам видела огонь был такой сильный но непонятно хотела тут мимоза на ломать я последний раз когда ломала она вот тут было аж это все срубили внутрь и какая там она красивая а тут вот видите вот тут было было дерево учета все ее срубили почему наверное чтобы освободить было же красиво а я думаю сейчас на ломаю себе букет сорву букет и подарю его в девушке которую люблю смотрите там мужчина собирает картошку здесь картошка была ее выкопали и вот он и собирает как это потери наверное да так что здесь вот там еще вот тоже мужчина причем такой не молоденький молод мужчина там вот еще один тоже собирает это вот тоже частое явление так что как говорится бедность это не порог у нас сегодня в общем общая стянулась я посуду быть а обогреватель что-то там не обогревал воду непонятно я сообщил об этом мужу посуды была гора в общем прихожу с прогулки а посуда вымыта и обогреватель что-то там отходило не я так и не поняла что это было но зачем мне это понимать правильно главное что посуда вымыта вот тунец надо доесть не выбрасывать же он тем более без мяса без масла это я вот про то что говорила мужа в банке и не суды вот как то есть куда это вот оставит и и выносить жалко не доел как так можно я не понимаю в общем буду разбирать посуду яблок перекушу яблок знаешь сварила горошек на завтра уже вернее он был на сегодня но пока меня дома не было отварить живу лень это же надо варить горошек и надо же додуматься для чего этом сосисками планах было потому что он уже не ест всякую там окрошку всякий бешбар маки что для меня короче слопал это как его называется боковию бутерброд с тунцом вообще найти испанцы они такие они бы каждый день ели эти бутерброды неважно с чем но я ругаю потому что сожрать целую булку хлеба где мне кажется дофига и больше я вообще от хлеба давно уже отказалась вместе на м4 не ем хлеб и как-то без без него мне живется замечательно и тоже вот ругаюсь что так много хлеба ну вот как варит сурвал момент его но горошек стоит вот его что варить надо это же надо это я откуда знаю для чего он для красоты стоит там для чего же он еще то может быть для красоты а иначе как смотрите какой красивый на специи добавила вот а мне у меня целый бадья и окрошки куда столько нарезала ну не выбрасывать же завариваю себе чай сделала сгущенку на сухом молоке но там по рецептам было одно и мне рецепт совершенно не понравилось потому что там вообще получилось не то что должно было получиться вот додумываю сама если вам интересно как я это сделала сгущенку из сухого молока без сахара без 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 всего такого жду ваших комментариев да и вообще жду ваших комментариев вот если вы не подписаны обязательно это сделайте вам не трудно мне приятно так что вот такие вот у нас дела купил себе представляете меня не удивишь меня вон сколько вкусняшек и черный шоколад с клубникой и с мятой давно не ела сухари это по-моему арахис нет это миндаль в шоколаде шоколад черный вафли манго сушеный кстати у нас уже слопать у меня тут тоже ничьи не валуй там еще у меня еще одна коробочка есть ну естественно это все потихонечку съедается не за один присест моя сахар не помните насыпал или нет нет не сахар а стелью поэтому вкусняшки меня тоже не есть ну конечно дональдс я бы съела кстати он тебе купил не только дональдс он тебе вот такие вкусняшки купил купить но это мне не нравится знаете как такой бисквит когда взбиваешь яйца белки отдельно и вот там идут что-то в общем такой пористый и прям вот он тает во рту но мне такой не нравится я их и не ем короче вы вот у всех своих вкусняшки есть я себе сама покупаю вкусняшки он себе сам покупает вкусняшки и сгущеночку потому что это он английский чай пьется он с молоком такие вот дела так что завтра уже суббота у нас на воскресенье передают дождь на воскресенье на понедельник и на вторник и на понедельник понедельник у нас 8 марта вы помните я помню но здесь его не отмечают вообще по телеку тоже идут дебаты потому что на 8 марта здесь женщины выходят отставить свои права всегда идут митинги огромные вот все началось в испании вот вирус этот ведь начался с прошлого 8 марта потому что много женщин вообще много людей вышло на улицы и вот понеслось поехал у нас после 8 марта потому что 16 марта мы уже сидели на карантине буквально через неделю нам уже кирдык пришел и в этом году все запретили никаких митингов никаких ничего ай-яй-яй будут ругаться в общем в этом году вообще ничего никуда испугались все как после Рождества как-то тут был цунами у нас и теперь не хотят этого допустить ну ладно поживем и увидим друзья что будет так что я с вами прощаюсь до завтра пью смотрите с пенкой но я ее не люблю всего вам самого лучшего и всем пока-пока